Я вам хочу пожелать успеха и в вашей работе в Москве. Еще предстоит встреча с нашими коллегами, экспертами, советами предыдущими. Партнерство между городом Бельцей и Западным административным округом Москвы развивается в положительном направлении. В четверг состоялась встреча с делегацией северной столицы Молдовы, которую представляли Рената Усатый, исполняющий обязанности мэра Николай Григоришин, муниципальный советник Елена Грицко и Татьяна Дубицкая, глава управления образования Бельской мэрии. Принимающая сторона и гости обозначили точки соприкосновения для дальнейшей совместной работы, общие проекты, которые можно реализовать уже в ближайшее время. Ключевые темы – жилищно-коммунальное хозяйство и образование. По словам участников встречи, это очень важные сферы городской жизни, развитие которых невозможно без новых подходов. Примесно в том, что для нас имеет очень большое значение сотрудничество между нашим муниципальным советом и правительством Москвы, также как в Моховом правительством Москвы, не только в области образования, но и в области жилищно-коммунального хозяйства, в других хозяйственных сферах. У нас есть много, чем у нас учиться, и то, что наши дети сегодня и с помощью Владимира Георгиевича, с вашей помощью обучаются на территории Российской Федерации, это, конечно, очень большое значение имеет для меня как родителя, для меня как горожанин, для меня как геродина Молдовы. Также я хотел бы выяснить то, что у нас сегодня не только важно, что люди, говорящие на русском языке, в городе Венеции проживают люди, которые думают на русском языке. И это полный потенциал, я не могу сказать, что там очень много граждан, Российской Федерации, которые имеют дальнюю образование. И, естественно, сегодня попасть в бузы Москвы, конечно, для государства гражданина это сложно. У нас есть такая трудность, к примеру, что производятся экзамены, но попадаются в российские бузы других регионов. Но, конечно, хотелось бы учиться в Москве, поэтому все стремятся. Но дают определенные инфорты, каждое у нас есть одно место, два места. Если можно было бы как-то моим коллегам повлиять на это, было бы, конечно, приятно. У нас очень хороший опыт в Министерстве, что касается государственного бюджета. Это буквально второй год, когда мы имплементируем, да, демидряем данный опыт и привлечем очень много общественных организаций в развитии непосредственно города. И хотелось детально перенять ваш опыт, в каком мере общественные организации участвуют в жизни, в развитии. Тут анализ, который мы задали в Молгарии, да, он тяжелый, но и по позиции, как вы понимаете, он совсем сложно, у нас нет никакой помощи. Правительство нам чаще будет решать, что помогает. Можно сделать намного больше. Я сейчас говорю, просим кунгольского языка. Я никогда не учился в русской школе. У меня никаких проблем нет в жизни. Сегодня, когда пытаются закрыть русские школы, а с другой стороны, нет особой поддержки, мы выявляем, да, все вещи, которые выводили, а здесь, которые, к сожалению, как-то у нас теряются в коридоре. Я сам сохранил какое-то количество десятых школ, когда их переводили на самая педагогика. Они приходили в хаде, я сохранил. А знаете, когда сохранил три школы, прибегали еще 33 лет, которые, как бы, гораздо выше, при этом. Можно мы тоже не забросим. Меморандум о дружбе и сотрудничестве между префектурой Западного административного округа города Москвы и городом Бельца был подписан в январе 2016 года. Документ предусматривает расширение взаимодействия между городами в области управления муниципальным и жилищно-коммунальным хозяйством, инфраструктурных проектов, социальной и молодежной политики, образования и культуры. Уважаемые коллеги, прежде всего давайте мы расскажем о том, какие мероприятия по комплексам благоустройства проведены на территории Западного округа. У вас есть презентационные материалы. Василий Иванович, можете еще и передать их. В 2017 году на территории округа был благоустрой на месте 43 дворовых территорий, 7 парковых территорий и мы начали программу по благоустройству образовательных учреждений. Безусловно выполняется ремонт асфальта для этого нового покрытия. Хотелось бы остановиться, наверное, после Москвы приняты программы в развитии индустрии, отдыха и туризма. В рамках этой программы мы устраиваемся парки по месту жительства, это парки на территории районов административных округов, а также знаков объекта. По словам представителей Бельской делегации, поездка оказалась очень плодотворной. Принимающую сторону представляли Сергей Черемин, министр правительства, Андрей Чижов, зам. департамента внешнеэкономических и международных связей, а также Евгений Носков, начальник Центра координации международных образовательных проектов, и Анна Тюрина, советник управления стран СНГ, Балтии и поддержки соотечественников за рубежом. Если помогают нам центральные власти, то поможет нам город Москва в вашем лице, что будете поддерживать те проекты, которые мы начали на Георгиеве, что за них совместно с вами мы не забудем и продолжим. Западная префектура будет вас, безусомненно, поддерживать во всех начинаниях. И я думаю, что наши коллеги, они в практике. Западная префектура одна из самых лучших, лучших в Москве. Поэтому надеюсь, что вы сможете менять своим опытом и напитаться знаниями московскими на благо жителей вашего города.